Я считаю, что 2018 год для наших отношений с государствами Южного Кавказа был трудоемким, многое удалось обсудить. Я не могу сказать, что мы добились какого-то смыслового прорыва, но чувство добрососедства, чувство понимания тех вызовов, которые современный мир несет нам всем, он присутствовал во всех контактах. Это касается и отношений с союзной нам Арменией, и отношений с Азербайджаном. Не будем забывать, что вместе с Азербайджаном и еще тремя государствами мы подписали очень важный документ по статусу Каспийского моря. Это в известной степени отношения с Грузией, в которой по-прежнему с нами нет дипломатических отношений, но торгово-экономические, гуманитарные контакты развиваются и приносят определенные плоды. Это и две молодые республики Абхазии и Южной Осетии, которые, как вы знаете, мы признали. Они тоже развиваются, там есть свои проблемы, но они идут вперед. Мы стремимся, чтобы в этом районе Кавказа тоже было взаимное понимание. Для этого существует формат женевских дискуссий, где мы встречаемся вместе, представители Грузии, Абхазии, Южной Осетии, с нашим участием, с участием американцев. По-прежнему не решена проблема Нагорного Карабаха, но тройка сопредседателей солидарно работает, а это Российская Федерация, Соединенные Штаты, Франция. Сопредседатели работают с тем, чтобы подготовить атмосферу, создать атмосферу для решения этой весьма сложной проблемы. Будем надеяться, что 2019 год принесет какие-то новые развития позитивные в этих вопросах.